И уже позже бабушке у моей, она на ногах перенесла инфаркт, работая в огороде. То есть это прошло в легкой форме, но моей бабушке было тогда 74 года. То есть других болезней мы, ну простудные были, мы не слышали. А сейчас посмотрите, где только мы не собираемся, везде мы говорим о том, что плохо с детьми, что не в порядке с нами и что проблема с нашими родителями. Поэтому, как бы, такие проблемы, они есть, и прятаться от них нельзя, их нужно проговаривать. Вот смотрите, когда у нас возникает необходимость научиться печь торт и красиво их оформлять, мы идем на курсы, да? Когда у нас возникает необходимость водить автомобиль, мы идем на курсы. Когда нас интересуют танцы, спорт, мы идем в сообщество людей, где этим занимаются. Здоровье тоже так есть, к счастью. Но нас не научили. И вопросы здоровья и поддержания своего собственного самочувствия, и тем более оказания помощи близким, далеко не надо ходить о себе, о своих близких заботиться. Есть. Поэтому я рада видеть тех, кто созрел, кто пришел. Я в свое время вот заткнулась о проблему в своем здоровье. У меня папа и бабушки не стало в связи с тем, что высокое давление было. И у меня случился гипертонический кризис. И когда у меня в 46 лет возникла эта необходимость помочь себе чем-то, я разуверилась в медицине, скажем так, да, в тех методах, которые были. Я пришла сюда, и я начала изучать. И вы знаете, я столько открытий сделала, оказывается, нас заморачивают врачи, что это сложно, это трудно, и таблеток, но еще не придумали на мою проблему. А на самом деле это совершенно по-другому. Поэтому важно знать. И я призываю вас познавать самим и рассказывать, привлекать людей, особенно детей наших, да, чтобы они научились разбираться в здоровье. Так мы устроены, как тот автомобиль, научиться за собой ухаживать, проводить вовремя техосмотр, техобслуживание и катить по дороге жизни очень долго и очень счастливо. Ну, знаете как, теория без практики мертва. Я шестой год в сибирском здоровье, пользуюсь этой продукцией. И за мою бытность здесь, к счастью, я услышала очень много благодарственных слов в свой адрес, в адрес корпорации, в адрес той продукции, которая была создана. И мне очень хотелось бы подчеркнуть, что корпорация с 96-го года имеет место быть, выпускает продукцию, заботится о здоровье людей. И возглавляет нашу компанию два аммиционных молодых человека, которым едва-едва исполнилось 40 лет. Это Татьяна Германовна Гороховская, президент компании. И Юрий Юрьевич Гичев, это руководитель научно-инновационного центра. Да, я хочется поаплодировать этим людям, потому что недалее, как неделю назад мы были в Ессендуках, и там отмечалось 10 лет корпорации «Сибирского здоровья» на Северном Кавказе. Там была масса народу из разных регионов. И в структуре кавказской 70 тысяч человек, которые пользуются продукцией. И какие замечательные теплые слова произносились в адрес разработчиков продукции. Особенно ныне здравствующего академика Юрия Петровича Гичева, который является основоположником основных продуктов. Когда говорили, огромное вам спасибо, и национальный лидер, то есть люди, которые достигли результата, планились в пол перед Юрием Петровичем Гичевым, и говорили, спасибо вам большое за тот продукт, который вселил надежду и дал жизнь людям, на которых медицина поставила крест. То есть онкологически больные. Которые сказали жить две недельки, а они живут годы. Спасибо вам от имени тех родителей, которые не могли иметь детей, а сегодня у них дети есть. Да, вот мероприятие, где как раз таки мы были. И огромное спасибо от тех детей, которые были нездоровы на момент прихода в сибирское здоровье и обрели это здоровье. То есть, понимаете, как, очень многие люди говорят, я в это не верю. Вчера моя племянница, доктор, поздравляла мою маму, и мама говорит, ну что же у тебя детки-то болеют, она сама же врач-племянница. Это сибирское здоровье помогает. Ну если вы, если в это верите, то верьте, вода может помочь. У меня мама не нашла, что сказать, а мне очень хотелось сказать ей. Ну заставь себя поверить, что тебе вода поможет. Ну помоги же детям, да? Поэтому в этом случае верю-не верю, это не тот аргумент, который не даст возможности использовать продукцию. Нужно пробовать. Только что-то сделав, можно получить результат. И только попробовав, эти результаты яркие. Поэтому мы не можем просто молчать об этой продукции. И очень хочется делиться и рассказывать. С годами понимаешь, да, что жизнь ценная, что она короткая, что в ней нужно быть здоровым, счастливым, состоявшимся, найти любимое дело. Но нас это объединяет идея. Поэтому мы сюда приходим, мы приглашаем большее количество людей. Мы очень рады тем, кто присоединится к нам. И наша миссия – нести здоровье, благополучие в жизни. Но мне очень хочется, тем не менее, чтобы мы поделились результатами. Вот такой лозунг был в Есен-Дугах, когда мы были. Вот наша главная задача сегодня – показать ценность продуктов сибирского здоровья. Что они действительно эффективны, чтобы медицина не говорила. Ну пейте витамины. На витаминах жизнь строится, больше ни на чем. И на антибиотиках. И это было важно всегда. Но сегодня это просто краеугольный вопрос. Либо это белая полоса, либо это черная. Поэтому я хочу остановиться только лишь на светлой полосе. У меня вопрос. Ну свой результат я коротенько расскажу. В 46 лет гипертонический кризис после трехлетнего лечения у кардиолога, эндокринолога, гинеколога и терапевта. Все. Холтер, велосипед с нагрузкой, разные процедуры. Все это было проведено. Голова как колокол звенела, сердце выскакивало, арестния была. Ну в общем, от таблеток к таблеткам. Разнообразие только было. Улучшения такого не было. Я очень благодарна тому человеку, который меня сюда пригласил. Это мой наставник Сотникова Людмила. Мы с ней приятельствовали. И она мне говорит, сходи в Сибирское здоровье. Слава Богу, что я запнулась о свою проблему, что мне сюда показали люди. Слава Богу, что я смогла благодаря продукции поставить себя на ноги. Мало того, у меня маме 77 лет исполнилось в январе. Она вместе со мной 5 лет пьет продукцию. От проблем мы избавились. И гипертония, и ишемия, и суставные проблемы. И мигрень у нее была, метеозависимость не знаю как. Маленький сквозняк, она влежка с простудой. Мы 3 года термометр под мышкой не держим. Это опять-таки слово о том, что в любом возрасте можно начинать. А свои собственные страхи просто надо отодвинуть. И у меня вопрос. Кто-то может поделиться ярким результатом? У кого вот в практике? Оль, пожалуйста. У меня маленький ребенок родился очень больной. У нас стал серьезный вопрос о замене двух папок на сердце. Ребенку вот сейчас год и 5 возвращались в проваление, чтобы не выжить вообще. Часунок умереть из-за внутренних папок. Ну, мы ушли от операции, от двух. Сердце стало в норму у нас. Мы принимали с рождения. Там с реанимацией мне ее спустили. Мы принимали к вам тысячу, 44-й и чай. Мы ушли от двух операций. Замечательно. Очень показательная история. Это вот хорошо знает, да, Оля, продукцию нашу. Она в Сибирском здоровье давно. И у нее не было страха. Вы представляете, что Мартина сделает? Да, маленькому ребенку могли бы сделать вмешательство. И ребенок жил бы с инвалидной справкой всю жизнь. Ну, вопрос еще. Жил бы не жил. Как бы жил? Сейчас нам снимают даже инвалид. Ну, это замечательно, это здорово. У нас в Берече родители дом работают. Полтора годика. Да, да. У кого еще? Кто еще может? Да. Я хочу поделиться результатами, которых просто множество. Ну, есть некоторые яркие такие результаты, когда люди сами, просто люди сами говорят. Вот у меня был момент, когда я поехала развивать регион и поставила просто лоток в копейки. Там был такой магазинчик. И там вышло, правда, все. И вдруг женщина какая-то проходила мимо, увидела новоминку. И она такая подошла и говорит, ой, вы знаете, низкий поклон вот вам за то, что вот здесь в момент. Я говорю, да это не ко мне. Она говорит, ну, это к ученым, конечно, я понимаю, говорит, но вы знаете, как он помог. Вот он моему мужу пробил жизнь. Вот она сказала. Я ее спросила. Сначала не решилась, конечно, спросить, а потом еще раз увидела и подозвала ее уже к себе и уже спросила. Какой был диагноз, что там врачи говорили, что говорили люди, потому что мне было интересно. Я вначале, конечно, тоже была в шоке, потому что с таким восторгом, а потом говорила. Ну и потом она рассказала, что была онкология, в общем-то, врачи дали два месяца жизни человеку. И, значит, да, то, что абсолютно было понятно, что он лежал, он уже умирал, потому что все было сделано. И дело в том, что когда начал принимать новомин, он поднялся, и она говорит, вы видели бы вы его, как он прожил этот год? Я говорю, сколько прожил? Я говорю, вот и три месяца. Она говорит, видели бы вы, как он прожил этот год? Я говорю, как же он прожил? Она говорит, он встал, у него черти поразовеют, он себя обслужил, никаких болей, никаких наркотиков, ничего, но мы надеялись, что он выберет. Но, к сожалению, это слишком запущенные случаи, и вы видите, что на запущенных случаях, насколько работает так же наш продукт, понимаете? Когда уже врачи отказались. И вот она уже позвонила, я говорю, ну а потом? Она говорит, я подумала, профессора ошиблись, как она была. Я говорю, ну вы выяснили. Она говорит, да, я позвонила профессору. И он сказал, говорит, нет, что вы ему давали, она говорит, ничего. И она, не было ли, это ошибка. Я, да, я. Она, да. Он говорит, нет, ошибка исключена, вы ему что подавали, что вы ему давали, привезите мне, она так сделала. Вот она говорит, я поехала и отдала ему книжечку на фольгу. Но после этого как бы не последовало ничего, ну и мы с ней. Но это уже и так достаточно правильно для того, чтобы мы поняли. И это не единственное человек, и таких людей вот много. У меня лично тоже, опять же, с онкологией, значит, женщина, она сама медсестра, и она, ну у нее там куча коммунных людей, очень боялась пить нашу продукцию. А папа лежал, умирал тоже. И тоже папа встал, папа начал бегать, то есть он от онкологии встал, начал бегать. Но дело в том, что у него, его сбил машину. То есть, как бы он, возможно, себя уже запрограммировал на ухо, потому что такое бывает. Но это только вот два случая. А случай в массу. Опять же, вот на рыночке стояла с рекламкой я, и значит, что там женщина подошла, и смотрю, она что-то ищет. Я говорю, вы, наверное, корень ищите. Она говорит, да, корень. Ведь он у нас же двух узелечков, да, поменялся. Я говорю, ну вот теперь он вот такой, и показываю людей. И что-то еще подошло у людей. Она говорит, моя дочка, она говорит, повредила руку производственная травма, говорит, почти отраввала ладонь. Полностью, говорит. И было прокруто еще несколько дней. И она говорит, за две недели корень за лечение. Это, это рамы. Поэтому, ну, таких результатов масса. Уже не говоря о том, что сколько деток родились, у меня в Липецке есть вот такие люди, и есть в Новом Аскуле, вот люди, которые родили именно на наши продукты. Спасибо большое. Разумно, действительно, как говорят, продукт творит чудеса, да, вот у нас разговоры, высказывания есть. Но Юрий Петрович Гичев, который разработчик продукции, он говорит, продукт не чудеса творит. Он дает возможность организму правильно работать, выполнять свою функцию, ради чего мы на земле. Быть мамами, быть здоровыми, долго-долго жить, да? Поэтому, ну, результатов действительно на самом деле очень много. Вот я тоже стою, роится все в голове. Ну, кому интересно, конечно, расскажем. Но, опять-таки, теория без практики нет. Пока не попробуешь, пока не убедишься, страхи преодолевая, обострения преодолевая. Но ведь на самом деле поделиться можно только тем, что имеешь сам. Если купил, поставил на полку и говоришь, что вот я купила, и вот так классно, а тот спрашивает, ты пользуешься? Нет, да? То есть пока оно стоит, оно действия не оказывается. Надо всем этим пользоваться. Поэтому ассортимент замечательный. И мало того, что пользоваться, ведь мы же здесь вот говорили о любви к себе или о любви к второй половинке. И будем продолжать говорить о любви. Жизнь любить нужно во всех проявлениях. Нужно любить себя как физическое тело, поскольку жизнь это мир между прошлым и будущим, да? И нужно здесь состояться. А чтобы состояться, еще нужна и материальная составляющая. Без денег, количество денег, оно только улучшает качество. И эта возможность у нас в корпорации есть. Поэтому хочется вот затронуть струнки души, чтобы вы могли и пользоваться продуктом, и выгодным для себя состояться в жизни. И я от всей души хочу вам пожелать хронического здоровья и неизлечимого счастья. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Ну и я скажу четыре волшебных слова. Научитесь лепить правильно и мудро. Вот относитесь на то, что вы мешаете. А сейчас в какой вкусный момент. Вкусная пауза. Дегустация нашего кастрюля. Замечательно. Замечательно. Здесь нет интернета. Скачать не могу интернет, нет. А у меня на компьютере нет. Я так вот выпущу. Мама, да. Ой, какая наша земля. Да, да, да. Ну хотя бы вот картинка, чтобы земля на ладошке. Ну ничего, в принципе, все мы это представляли. Спасибо. 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 Продолжение следует...